А вот и еще две жертвы решили забросать меня живой силой, глупые ватники. А эта броня хорошо танкует, наш черед. А вы крепкие орешки, для таких у меня есть кое-чего поинтересней. Ядерка, сможешь перехватить? Ты нас спас, смотри, демон уходит. Последние события на фронте решили нас преимущество. Враг научился сбивать ядерные бомбы. Теперь ни одна из сторон не будет их использовать. В этом есть и плюсы. Они сильно загрязняли земли. От радиации вся электроника барахлит. Но подождите, мы можем это обойти. Со всем уважением, Т-28. Но ты еще юнец. Возволь опытным инженерам решать сложные вопросы. Мы тоже когда-то были молоды. Давайте выслушаем юношу. Что если ядерный заряд поместить в ракету? Сбить ее в воздухе невозможно. Ну удиви нас, Т-28. Есть какие-то успехи? Уже создан первый прототип. На вазе крылатой ракеты Шторм Шэдоу. Она втрое быстрее обычной бомбы старого образца. Создать несколько таких ракет и уничтожить чертежи. Это мой приказ. Так точно. Нельзя допустить утечку этой информации. Я думаю, Федор будет самым подходящим гигантом под эту задачу. Мы уже начали его ремонт. Здравствуй, Федор. Ты не против стать носителем новых ядерных ракет Шторм Шэдоу? Последняя битва очень плохо для меня закончилась. Бомба взорвалась от прямого попадания. Это ракета с твердым топливом. От прямого попадания она разрушится, но не сдетонирует. Тогда я согласен. Приступайте. Я, конечно, слышал, что советский профессор сошел с ума, но не думал, что настолько. Похоже, в действительности у него все плохо с идеями, раз он строит таких чудищ. Ремонт здесь нужен несложный, так что восстановите его, демонтируйте все дополнительные башни и ждите моих приказов. Мы сделаем из этого КВ-54 настоящего троянского коня. Для этого нам понадобится очень много вейд и басов всех типов и видов. Начинайте производство. Отлично! А внутри он будет заполнен порохом. Вскоре мы начнем его начинку. Не хватает еще парочки бомбочек, и наш троянский танк будет полностью снаряжен взрывчаткой. Голос мы тебе не меняли. Сойдешь за своего. Твоя задача доставить подарочки нашим врагам. Значит так, КВ, слушай меня внимательно. План будет таком. Для большей правдоподобности я заспавню тебя в тундре, где твое появление не будет обнаружено. Затем ты последуешь до ближайшего военного объекта врага и устрою бодобум. Да нет же, разява, слушай внимательно. На объекте заговори с солдатами и спроси дорогу к заводу. Твоя задача вешать лапшу на каждом блокпосту, а бодобум ты устроишь на их заводе, уничтожив профессора. Вешать лапшу и взорвать завод, так точно. Это что, КВ-54? Солдаты, добрый день. Я советский монстр КВ-54. Возвращаюсь на завод после большой битвы. Не подскажете мне дорогу? А где твои башни подевались? А зачем мне башни? Смотрите, сколько трофеев я захватил. Стоять, боец. Кто ты? Куда движешься? Доброго утречка, соотечественники. Я КВ-54. Меня осаждал МС-1 на центральном заводе 20 марта 1950 года. Достаточно. Нам неинтересна твоя биография. Куда везешь этот груз? И что это у тебя тикает? Везу трофеи на основной советский завод. Тикает? Тикает майнинг ферма. Я занялся криптовалютой. Есть такая монета. Сталин Коин. Слыхали? Какой-то он чудной. Доложи о нем. И пускай едет. Ну и трофеев ты притащил. Тогда открывайте ворота. Я завезу подарочки прямо внутрь. Ты что забыл? У нас нету склада внутри. Инженеры разгрузят тебя прямиком здесь. Ребята, плохие новости. Эти тысячу тонн взрывчатки. Это не наш КВ-54. Это что-то иное. Слава Арде Левиафана. Ну вот видишь, он ничего не помнит. Занимайте позиции. Враг вскоре может ударить. Ну вот и все, Капут. Ты готов к рейду? Разнесу всех в пух и прах. Вот увидите МС-1. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...